Всем большой привет! Меня зовут Настя, очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня буду показывать процесс вот такого кайфового топа с чокером. Топ вяжется очень легко, подойдет даже для новичков, потому что в вязании используются всего три элемента. Это полустолбики с накидом, из которых связана основная часть, столбики без накида, из которых связан чокер и обвязка, и соединительный столбик, чтобы соединить два элемента. Что нам понадобится? Для вязания этого топа я использовала пряжу российского производства, это пехорка серия летняя, цвет проложу где-нибудь вот здесь. Это довольно жесткая пряжа, если хотите топ немного помягче, то можете использовать аналог, это Alize Bella, он немного помягче, но и немного потолще. У меня связан второй топ, точно по таким же расчетам, по таким же параметрам, он получился чуть-чуть потолще и чуть-чуть помягче. В целом, чтобы попасть в мою плотность вязания, можете вязать из расчета 420 метров 100 грамм в два сложения, либо 210 метров на 100 грамм в одно сложение. Дальше это крючок. Весь мой топ связан крючком номер 3, только для шнура я брала крючок номер 2,5. В целом, можно обойтись и крючком номер 3, просто мне удобнее брать крючок чуть-чуть поменьше для вязания шнурок. Также нам понадобится застежка для нашего чокера. У меня это вот такие вот обычные крючки, можно использовать пуговицу, но для нее нужно будет самостоятельно сделать петельку. А также нам нужны будут иголка с широким ушком, чтобы попрятать ниточки, и маркеры, чтобы определить середину. В целом, в видео вы увидите, я использовала обычную английскую булавку. В целом, можете поступить точно так же. Ну что, погнали вязать? Так, ну что, начинаем мы с набора воздушных петель. Я вяжу на размер XSS. У меня это 104 воздушных петли, уже с петлями подъема. Делаем узелок, вставляем крючок, подтягиваем и набираем 104 воздушные петли. Я набрала 104 воздушных петли. Далее мы вяжем первый ряд основания полустолбиками с накидом. Мы пропускаем первые две воздушные петли. Это наши петли подъема. Вяжем в третью петлю полустолбик с накидом. Как он вяжется? Мы делаем накид на крючок. Вводим крючок в петлю. Пропуская первые две, вводим крючок в третью петлю. Захватываем рабочую нить. Вытягиваем петлю. Получаем три петли на крючке. Рабочей нитью мы провязываем все три петли вместе. И получаем наш полустолбик с накидом. Это наш первый полустолбик с накидом. Таким образом мы будем вязать весь ряд. Делаем накид, вводим крючок в петлю, вытягиваем рабочую нить, получаем три петли на крючке, провязываем их вместе. Таким образом вяжем до конца ряда. Я заканчиваю вязание первого ряда. Осталось провязать две петли, связать в них последние два полустолбика с накидом. Это первый и второй. Все, первый ряд закончен. Переходим ко второму ряду. Чтобы перейти на второй ряд, мы делаем две воздушные петли подъема. Раз, два. И разворачиваем вязание. Далее мы вяжем в обратном направлении. Дальше при переходе на каждый новый ряд мы всегда будем делать две воздушные петли подъема, потому что вяжем мы полустолбиками с накидом. Второй ряд мы вяжем таким же образом. Делаем накид, вводим крючок под обе стенки петли, пропуская две наши петли подъема, вяжем в первую петлю, вводим крючок под всю косичку. Вытягиваем рабочую нить, получаем три петли на крючке и провязываем их вместе. Далее таким же образом. Накид, крючок под обе стенки косички, вытягиваем, получаем три петли, провязываем их вместе. Дальше вяжем таким же образом до конца ряда. Я заканчиваю вязать второй ряд, вяжу последний полустолбик с накидом и провязываем три петли вместе. Все, основание нашего топа готово, мы переходим к вязанию основной части с убавками. Для перехода на третий ряд нам нужно сделать две воздушные петли подъема. Раз, два, и развернуть вязание. Далее в начале и в конце нашего топа мы будем делать по одной убавке, за счет чего наш топ и будет сужаться и принимать трапециевидную форму. Начинаем ряд с убавки. Как сделать убавку? Мы делаем накид на крючок, пропуская первые две воздушные петли, вводим крючок под обе стенки косички и вытягиваем рабочую нить. Получаем три петли на крючке, как при вязании полустолбика с накидом, но не провязываем их вместе, а вводим крючок в следующую петлю и вытягиваем рабочую нить. Таким образом мы получаем четыре петли на крючке. Первая, которая вышла из наших воздушных петель, следующая это накид, следующая петля из первого столбика и вторая петля из второго столбика предыдущего ряда. И вот их, все четыре петли на крючке, мы провязываем вместе. Таким образом мы получили из двух вершин одну вершину. Показываю еще раз. Делаем накид, вводим крючок под петлю, вытягиваем, получаем три петли на крючке, вводим петлю в следующий столбик, вытягиваем и получаем четыре петли на крючке. И их мы уже провязываем вместе. Эта убавка нам была не нужна, показала ее для примера. Делаем по одной убавке в начале и в конце каждого ряда. Дальше мы вяжем обычными полустолбиками с накидом. Вяжем так до конца ряда, оставляя две последние петли для последней убавки. Я подхожу к концу третьего ряда. У меня осталось четыре петли. Из этих двух, в каждую из этих двух петель я свяжу по одному полустолбику с накидом, а из последних двух петель сделаю убавку. Вяжем первый полустолбик, вяжем второй полустолбик, и из последних двух петель мне нужно связать убавку. Делаю накид на крючок, ввожу крючок под обе стеночки косички, захватываю рабочую нить, вытаскиваю, получается три петли на крючке. Ввожу крючок в последнюю петлю, захватываю рабочую нить, получаю четыре петли на крючке. Все четыре петли провязываю вместе. Все, третий ряд закончен, переходим к четвертому ряду. Как обычно, делаем две петли подъема, разворачиваем вязание, далее каждый ряд мы будем вязать по принципу третьего ряда, то есть вначале убавка, далее полустолбики с накидом и убавка в конце. Так вяжем до того момента, пока топ мне приобретет желаемую длину. Начинаем четвертый ряд. Делаем накид, пропускаем две воздушных петли, вводим крючок под петлю под две стеночки, выводим рабочую нить, получаем три петли на крючке, вводим крючок в следующую петлю, выводим рабочую нить, получаем четыре петли на крючке, их провязываем вместе, из двух вершин мы получили одну вершину. Далее вяжем обычными полустолбиками с накидом до конца этого ряда. Четвертый ряд я также заканчиваю убавкой, у меня осталось две петельки, раз, два, последняя немножко завернулась, и из них я буду делать убавку. Делаю накид, ввожу крючок под петлю, вывожу, получаю три петли на крючке. Ввожу крючок в последнюю петлю, это будет довольно сложно сделать, потому что она подзавернулась. Вывожу, тем не менее, еще одну петлю и провязываю четыре вместе и делаю убавку. Дальше опять делаю две петли подъема, разворачиваюсь на пятый ряд, пропускаю эти две петли, делаю накид в первую петлю, во вторую петлю, получаю четыре петли на крючке и провязываю их вместе. Так делаю в начале и в конце каждого ряда, делаю в начале убавку и в конце убавку, серединку вяжу обычными полустолбиками с накидом. Я довязала ряды с убавками, в последнем ряду у меня получилось 13 столбиков, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. По длине топ получился 29 сантиметров, это всего 47 рядов вместе с двумя первыми рядами основания, которые мы вязали без убавок. Я примерила мне этого достаточно, поэтому переходим к обвязке топа. Обвязывать будем самыми обычными столбиками без накида по всему периметру, провязывая столбик в каждый ряд топа. Первый столбик обвязки я делаю в тот же столбик, на котором закончила. Как сделать столбик без накида? У нас уже есть петля на крючке от предыдущего столбика, мы вводим крючок в нужное место, у меня это последний столбик ряда, вытягиваем рабочую нить, получаем две петли на крючке и рабочей нитью провязываем обе петли. Все, это наш столбик без накида. Таким образом мы провязываем весь топ. Далее вводим крючок в основание следующего ряда, выводим нить и провязываем две петли вместе. Дальше идем в следующий ряд, выводим крючок и провязываем две петли вместе. Таким образом мы делаем обвязку, не доходя 14 рядов до основания топа, там мы будем формировать петли для шнуровки. Я сделала часть обвязки и остановилась за 14 рядов до основания топа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Сейчас мы начнем формировать наши петли для шнуровки. Начинаем с первой. Делаем три воздушных петли. Раз, два, три. На основном полотне нашего топа мы пропускаем два ряда. Раз, два. И вводим крючок в третий ряд. Вводим крючок и провязываем столбик без накида. Выводим рабочую нить и провязываем две петли вместе. Таким образом мы сформировали нашу первую петлю для шнуровки. Дальше нам нужно сделать промежуток между петлями. Для этого нам нужно связать по одному столбику без накида в каждый ряд. Всего два. Раз, два. Приступаем к формированию второй петли для шнуровки. Опять делаем три воздушных петли. Два, три. Пропускаем два ряда на полотне. И вводим крючок в третий ряд. Выводим рабочую нить и провязываем две петли вместе. Мы сделали вторую петлю шнуровки. Опять делаем два столбика без накида в каждый ряд. Первый. Второй. И приступаем к формированию третьей петли. Снова три воздушные петли. Два, три. Пропускаем два ряда. Вводим крючок в третий ряд и провязываем столбик без накида. Снова два столбика без накида в каждую. Раз, два. Снова делаем три воздушные петли. И вводим крючок в самое основание топа, в то место, откуда мы начинали, там, где у нас узелок. Вводим крючок и провязываем столбик без накида. Все, петли шнуровки у нас готовы. Их получилось четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжаем обвязку топа. Мы подошли к основанию нашего топа, теперь нам нужно повернуть. Для этого нужно сделать уголок. Для уголка мы делаем своеобразную прибавку из трех столбиков без накида в одно и то же место. Первый столбик без накида мы уже связали. Вводим крючок в это же место, выводим рабочую нить, провязываем второй столбик. Вводим крючок опять в это же место, выводим рабочую нить и провязываем третий столбик. За счет этого у нас получился уголок. Дальше продолжаем вязать, как обычно, столбиками без накида в каждую петлю ряда. Вводим крючок, выводим рабочую нить, провязываем две петли вместе. Вводим крючок, выводим рабочую нить, провязываем две петли вместе. смотрите за тем чтобы вот этот хвостик который у нас остался от наборного ряда он оставался внутри столбиков то есть мы его таким образом вяжем и не придется ничего отрезать то есть вводим его на лицевую сторону вводим крючок продеваем крючок через петлю и провязываем две петли вместе таким образом хвостик у нас остался посередине и когда мы довяжем до конца этот хвостик у нас закончится мы его подтянем и встретимся уже на формировании второго уголка решила остановиться на этом моменте и показать вам как я прячу хвостик я связала небольшую часть обвязки основания у меня остался совсем небольшой хвостик практически весь я ввязала как я его прячу я беру хвостик в одну руку полотно в другую руку и вот так как резинку его немного натягиваю не сильно чтобы не растянуть петли дальше я отрезаю хвостик и расправляю петли таким образом и с изнаночной и с лицевой стороны этого хвостика не видно он остался в рядах и ничего больше прятать не нужно я завершаю обвязку нижней части топа мне осталось провязать последнюю петлю и сформировать из нее уголок его мы формируем точно так же как предыдущий вводим крючок в последнюю петлю выводим нить провязываем столбик без накида в это же место в ту же самую петлю мы провязываем второй столбик без накида выводим нить и провязываем две петли вместе и третий раз в эту же самую петлю мы вводим крючок выводим нить и провязываем третий столбик без накида мы сформировали уголок теперь нам нужно сделать зеркальные петли для шнуровки начинаем их с 3 воздушных петель 1 2 3 на полотне нашего топа мы пропускаем два ряда и вводим крючок в третий ряд топа провязываем столбик без накида дальше нужно сформировать промежуток между петлями провязываем по одному столбику без накида в каждый ряд 1 и 2 далее делаем 3 воздушные петли пропускаем два ряда на топе вводим крючок в третий ряд провязываем столбик без накида таким образом мы формируем 4 петли зеркальные тем которые мы уже провязали на другой стороне и переходим на обвязку столбиками без накида до этого угла здесь встретимся я дошла до верхнего угла топа провязываю последний столбик без накида все обвязка закончена дальше мы обрезаем нить с небольшим запасом и вытягиваем из петли этой оставшейся нитью мы будем пришивать чокер к топу поэтому пока что эту часть убираем в сторону и приступаем к вязанию чокера чокер мы будем также вязать в две нити обычной резинкой столбиками без накида для начала делаем узелок вводим крючок и набираем 8 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 это ширина нашего будущего чокера если вы хотите чокер поуже или пошире набирайте другое количество петель это на ваш вкус принцип вязания от этого не изменится я набрала 8 далее начинаем вязание вяжем столбик без накида во вторую петлю от крючка 1 пропускаем вяжем во вторую вводим крючок выводим рабочую нить и провязываем две петли вместе вводим крючок в следующую выводим нить и провязываем вместе так вяжем до конца этого ряда я провязываю последний столбик первый ряд я закончила далее нам нужно сделать одну петлю подъема так как здесь мы вяжем столбиками без накида нам потребуется всего одна воздушная петля на подъем делаем петлю и разворачиваем вязание далее мы будем формировать нашу резинку чтобы вязать резинкой нам нужно вводить крючок не по целую косичку а только под заднюю стенку оставляя переднюю стенку свободной покажу на примере вот этой вот петли здесь я ввела спицу под полную косичку вот так я ввожу под заднюю стеночку петли вот так я ввожу под переднюю стеночку петли нам всегда нужно вязать за заднюю стеночку петли чтобы у нас формировалась резинка таким образом петлю подъема мы пропускаем вводим крючок под заднюю стеночку косички выводим рабочую нить и провязываем две петли вместе таким образом передняя стеночка у нас осталась свободной дальше вводим крючок под заднюю стеночку косички выводим нить и провязываем две петли вместе вводим крючок под заднюю стеночку выводим нить оставляя переднюю стеночку свободной и провязываем две петли вместе покажу чуть поближе вводим под заднюю вот передние вот задние вводим под заднюю выводим нить и провязываем две петли вместе так вяжем до конца этого ряда я провязала второй ряд далее делаю опять одну воздушную петлю подъема разворачиваю вязание и продолжаю вязать аналогичным образом за заднюю стеночку петли пропуская петлю подъема я ввожу крючок под заднюю стеночку вывожу рабочую нить и провязываю две петли вместе так вяжем на комфортный для вас размер примеряйте чокер в процессе чтобы он и не болтался и не давил я довязала свой чокер он у меня получился 32 сантиметра в слегка растянутом виде и 30 рядов ровно из-за того что мы вязали за заднюю стеночку петли полотно у нас получилось ребристое и слегка тянущиеся сейчас нам нужно закончить вязание чокера мы довязали последний ряд у меня это 30 делаем одну воздушную петлю отрезаем нить и вытягиваем ее таким образом мы закрепили наше вязание сейчас приступим к сшиванию топа и чокера сейчас у нас готовы две детали это основная часть топа и чокер дальше нам нужно привязать их друг другу первое что мы делаем это высчитываем серединку у обоих из деталей я это уже сделала и отметила середины маркерами так как все маркеры кроме голубого съела моя кошка вторым маркером у меня сегодня выступает булавочка дальше мы располагаем топ и чокер лицом к лицу у чокера у нас обе стороны одинаковые а у топа лицевая часть то где мы видим косички от обвязки на изнаночной стороне их нет на лицевой они есть значит это та часть которая должна смотреть вверх при пришивании располагаем топ и чокер лицом к лицу маркером к маркеру и начинаем пришивать чокер к топу вводим крючок под один ряд на чокере и под одну косичку на нашем топе захватываем нить которую мы оставили с запасом для пришивания и проводим через две петли у нас образовалась петля на крючке мы берем и делаем воздушную петлю немножко подтягиваем и таким образом закрепляем эту нить идем дальше вводим крючок под один ряд на чокере и под одну косичку на топе захватываем рабочую нить выводим на эту сторону у нас образовалась две петли на крючке чтобы сделать соединительный столбик нам нужно одну петлю ввести в другую покажу еще раз поближе вводим крючок под один ряд на чокере и под одну косичку на топе выводим рабочую нить получаем 2 петли и проводим одну через другую таким образом прошиваем всю поверхность я провязываю последний соединительный столбик ввожу крючок вывожу рабочую нить и провязываю соединительный столбик после того как связывание закончено мы делаем одну воздушную петлю и вытягиваем нить на что полностью связан осталось только сделать застежку и спрятать ниточки вот так выглядит на лицевой стороне качестве застежки я буду использовать вот такие крючки я их пришиваю самым обычным способом иголкой и нитью которой мы вязали для того чтобы привязать я буду расслаивать ниточку моя пряжа это позволяет поэтому я буду сшивать вот такой нитью чтобы точно попасть в цвет после того как мы пришили крючки я сделаю это за кадром нам нужно спрятать все наши оставшиеся ниточки чтобы это сделать мы берем иголку широким ушком продеваем в нее конец нашей нити и и проходясь по ближайшим рядам мы прячем эту ниточку вытягиваем иголку и отрезаем хвостик так поступаем со всеми оставшимися ниточками так как вязание у нас плотная поэтому при стирке нить никуда не убежит поэтому так делаем со всеми нашими хвостиками ну что то полностью связан осталось вязать шнур сейчас я покажу вам способ который открыла для себя совсем недавно но он стал для меня самым любимым потому что он максимально быстрый удобный и шнур получается просто идеально берем крючок поменьше я беру два с половиной если хотите можете продолжать вязать крючком номер три и пряжей в два сложения тогда шнур будет потолще далее от матка мы отматываем большое количество пряжи длина пряжи которую вы отмотаете должна быть в три раза больше чем итоговый размер шнура то есть если вам нужен шнур 100 сантиметров отмотать мы должны 300 сантиметров отмотали нужное для нас количество и начинаем вязать оставляя этот отмотанный кончик свободным берем рабочую нить и делаем узелок вводим крючок в узелок подтягиваем дальше из свободной части которую мы отмотали вот этой мы делаем накид на крючок получаем две петли на крючке провязываем их рабочей нитью между собой дальше снова делаем накид на крючок из свободной части рабочей нитью две петли провязываем делаем накид провязываем две петли делаем накид провязываем две петли каждый раз делая накид из свободного края таким образом мы получаем максимально аккуратный шнур который очень просто вяжется вяжем на нужный нам размер на примере этого маленького шнура покажу как мы заканчиваем вязание после того как мы сделали последний элемент в нашем шнуре мы обрезаем обе нити вытягиваем одну из них берем оба хвостика и делаем несколько узелков я делаю 3 1 2 и 3 после этого берем ножницы и обрезаем эти ниточки под корень все такие шнурки я уже носила они у меня не развязываются из-за узелков вяжем под нужную нам длину перешнуровываемся и топ готов всем большое спасибо за просмотр поддержите пожалуйста это видео лайком если оно вам понравилось потому что очень старалась и это очень поможет дальнейшему развитию этого канала мне будет еще приятнее делать новые ролики для вас пишите комментарии как вам результат будете ли пробовать вязать а попробовать я очень рекомендую потому что топ максимально красивый и очень очень простой я уже выложила свои красивые фоточки в нем запрещенную соцсеть обязательно подписывайтесь либо здесь по qr-коду либо по ссылке в описании ну что на сегодня буду с вами прощаться подписывайтесь на канал ставьте колокольчики чтобы ничего не пропустить и до встречи новых рукодельных видео пока пока Продолжение следует...